итак пока вот тут возил со стальными инструментами немножечко офигел от граммошки малыш я немножечко провел реставрейшн скажем так да я вот очистил от столетних каких-то там я не знаю уже ну короче очистил эту крышечку пытался выпрямить вот тут вот получилось ее прямой сделать а здесь вот короче здесь очень тяжело форму его восстанавливать вот здесь вот все это выгнуто согнута там очень интересно крыть ремешки сложным образом вот это я еще не очистил это лихая молодость и восковой мелок все помято погнуто но это косметический такой ремонт сугубо это успеется смогется вот эти эти подтеки перетеки это а я знаю чё это зеленый вот это никакая не кислота страшная это просто раствор хлора филипта спиртовой такой вот разве как то то есть вот такие мелочи не оттирающихся над со спиртом от отрется все это конечно понятно ломастер местами покрашен это все как бы фигня но я кое-что заметил получается у нас так до ре ми фа соль ля си это это ре до а вот если мы зажмем ми слышно да ну не строит не строит очень жестко что в этом случае делать если у вас не строит гармонии же кстати все еще посложнее у нас получается что у нас не должна быть и на выдох и на вдох и как раз она нас плохо звучит то есть у нас два вот этих вот язычка не одинаково звучат поэтому получается эффект и шака или как так его называют то есть когда и и а то есть ну как бы клавиша зажата одна и та же но звук а при вдохе выдохе различно так как за это отвечает два разных язычка сейчас посмотрим попробуем настроить давайте да давайте сейчас все таки надо попробовать так вот проблема в настройке гармонии есть одна то что на балалайке допустим так дело мы струну ми подтягиваем толковый механизм вот он все все в открытую и здесь у нас шля здесь у нас не получается на первой струне ми на седьмом и все все легко настраивать но как же сделать это на гармонии как вы видите вот у нас здесь есть такие ремешки которые держат меха в сложном состоянии при переноске удобной но и так далее и тому подобное так вот если мы возьмем и эти гвоздики аккуратненько они острые выдрем с корнем нафиг не бойтесь этого делать от отметь не бойтесь то есть можно взять то есть перейти аккуратненько отверточку и очень аккуратненько это делаете поддевайте и вытаскивайте его очень аккуратно потому что такого я даже не знаю где сейчас можно найти только если покупать какую-то раздолбанную другую гармонию и с нее снимать но тогда станет на одну гармону в мире меньше гвоздики нельзя не согнуть не потерять не дай бог кстати если вы боитесь это делать первый раз не бойтесь я тоже боюсь делать это первый раз но хоть надо это попробовать сделать теперь надо аккуратненько вот сделать вот это вот и мы увидим вот это это у нас скажем так голоса гармошки это язычки эти вот штучки это язычки видите думаю видите да и на них вот есть много разных каких-то зачесов непонятно но вы догадались да именно так они настраиваются вы берете бормашиночку и ей дрынь-дрынькайте вот так то так теперь можно кстати ничего не запрещает так вот поставить и пометить ту кнопку который по вашему мнению не очень хорошо звучит может я не знаю там этикеточкой фломастером чем угодно вот таким чтобы было понятно у нас не звучит ми то есть третья грубо говоря сверху потому что гармон как бы она под праворуких людей делается поэтому нам надо настраивать вот это короче вот это у нас на скажем так выдох это на вдох гармонисты меня просто сейчас убьют за такую терминологию наверное кстати давайте посмотрим вот тут вот это басовые скажем так басовая часть гармонии вот это вот но здесь как вы понимаете кнопочек идут рычажки которые отгибают ну то есть стеночка есть и отгибает вот так вот такие вот ножки пяточки толкая их туда вниз и проворачивая на петельки и открывать и дают воздуху пройти через вот эти вот вот эти вот вот эти вот и вот эти вот язычки а вот это вот непонятная вот поролоночка которая прикреплена сюда это колонна такой клапан грубо говоря так вот тут примерно точно такое же устройство как и у игровой основной части но в особо просто меньше кнопок и ну просто меньше кнопок теперь что делаем с вот нашей больной клавишей не то бишь вот это третье клавиши мы просто так тыг-дын-тыг-дын-тыг-дын и отсчитываем также три все и даже карандашку кто-то нарисовал кружок на это отнюдь не я так помечаем вот эту вот для настройки гармонии ну правильнее всего использовать тюнер специальный такой он будет показывать высит нота низит нота и так далее и тому подобное честно сказать я сейчас по современным ценникам даже не будут говорить сколько такой примерно стоит потому что я вот сейчас скажу а уже как видео будет выложен цена уже опять вырастет так что я не буду говорить в принципе конечно сколько то там стоит если покупать таком такой машинкой то есть такая коробочка с батарейкой внутри обычно то есть ее ставишь где-то рядом вот она улавливает герцы которые фигачат долбит из каких-либо музыкальных инструментов и улавлют тут в эти вот какие-то отклонения и показывает завышенный нот или занижен так вот сейчас можно думаю скачать на телефон ее вполне но сейчас посмотрим поглядим чё да как будет и дарит мадрид все это потом очищать еще погнали я сейчас только что нашел в интернете просто камертон ноты ми ну кто значит такой камертон такая вот вилка по которым стучат она издает звук определенное количество герц на которых я и говорил так вот выяснилось что а я сейчас даже продемонстрирую вам так надо хоть один гвоздик вставить назад чтобы работала сеть системы вставил так вот смотрите на вдох ну вы уже поняли что на на выдох так вот получается что у нас вот этот прекрасно работает а вот этот вот кто кстати очень ржавый смотрите вы только посмотрите на него как он поржавел короче он низит судя по всему так вот теперь я подумал так может мне не доставать сейчас дремель то бишь бормашинку и не начинать здесь эту садамию с проводами прочим 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 а может быть как по старинке ведь если вы раскопаете старые советские книжки ни одного советского гражданина вы никогда не найдете 10 очень болотного скажем так ну ну бормашинки когда не были но они были ну грубо говоря двигатель стоящего тут рядом с целом на полу а здесь вот такой вращающийся в шланге такой тросик и здесь у тебя просто как бы выход этой машинки куда уже можно подсоединять то есть ты в руках не сам двигатель держишь а только скажем так конец вала вращающегося то есть и тогда этого конечно же ни у кого не было это было около заводской вот 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 и делали все очень просто знаете как просто напросто маленьким надфилем да да ничего в этом страшного нет абсолютно единственное что если вы когда вы настраиваете вот вот видите вот там вот да вот там короче видный язычок думаю давайте вот здесь покажу вон там есть поверьте мне тут оттуда поддеть вот так вот вытащить сюда вот так вот чтобы вот так вот и тогда уже вот его если завышать то подпилить сверху если занижать то оперировать здесь у основания примерно так это действует если я не ошибаюсь ну мне страшно конечно немножечко говорить это но погнали то что кроме меня мне кажется в данном музыкальном инструменте никто это в принципе до этого не делал ой ну погнали еще для настройки вам понадобится не просто вот такой какой-нибудь очень тоненький надфилек чтобы он был максимально тоненьким вам еще понадобится конь тишин придерживающий инструмент в моем случае это отверточка который я вот таким образом подточил чтобы она была потоньше вы что делаете вы берете тогда вот если вам нужно вот язычок подточить вот так то есть все поддеть а у вас получилось поддеть поздравляю так вот где фокус вот так вот и вот вы как только вы поддели ну его придерживать чтобы вы во внутрь его не проломили когда будете подтачивать подтачивайте отпускайте проверяете если нужно повторить процедуру точно так же все делать повторяете пока не настроить учтите если вы думаете что вы сейчас испытываете мучения и прочее 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 знаете люди на заводе который производит ну производил раньше производились эти гармошки это делали целый день на протяжении очень долгого времени поэтому не думайте что это что-то такое невероятно это вполне все решаемо настроить гармонь аккордеон баян все вот из вот гармоневидных ну единственное что надо все-таки более менее нежно это все делать потому что сейчас найти допустим ну что нибудь допустим под замену какие-нибудь здесь элементы я не знаю даже киев пример привести оригинальные хрен найдешь а самому выскребываться это проще там уже со все все выдумать заново то есть если вы допустим повредили парочку вот этих кругленьких внешних кнопочек там уже можно грубо говоря все заново переделывать и делать допустим можно вполне взять как идею за место этих пластмассовых кнопочек из-под ванной кафель такой мы маленькие маленькие кнопочки квадратники и очень интересно будет смотреться ну кстати можно попробовать сделать но не с этим маски другим сломанным гармонь гармонь кай или баянчиком ночью погнали настраивать ну как итог 15-минутной работы у нас послушайте слышно то есть они одинаково стали звучать единственное то что я стружечку там не убрал поэтому на вот на выдох звенит это мы сейчас поправим но это не же резко звенит все настроено абсолютно нормально звучит ну согласитесь на вдох на выдох одинаково вдох выдох все все собираем чистовую и пробуем музыцировать не держался показать вам в эту страшную систему басов так вот такое чувство как будто их делал я ибо ну вот даже соседи в шоке от того что здесь просто тяга идет ну вот так она идет так я заблокировал меха поэтому думаю что говорится концерт не идет музыка не играет то что меха заблокировал они не дует ну давайте так вот видите здесь две дырки соответственно здесь два голоса одновременно на одну кнопку также как и вот здесь так вот а вот на эти крайние вот это да это крайне и вот этот вот а это ну грубо говоря у нас здесь чередуются два голоса один голос два голоса один голос причем я да то есть ну я не в этом конечно вообще ни черта не понимаю то что я на большом аккордеоне ни хрена там не понял вот в басах и здесь я тем более тем более но блин даже здесь я не понимаю четырех клавишах ничего ну это надо смотреть надо время тратить и говорится и ну да а с той стороны немножечко все проще там никаких вот этих вот кракозябр нету рычажков с толкателями там просто идет сразу же вот-вот грубо говоря вот это вот часть буковка и две она довольно таки так вот продолговато идет и заканчивается кнопкой все там намного все проще поэтому нет смысла показывать что как выглядит пустовато аскетичным но зато запутаться все равно можно ни фига себе а теперь перед тем как собирать еще скажу кое-что что я считаю важным так как это про настройку гармонь различных и соответственно всех инструментов которые действуют по такой же технологии вот вот это вот все вот как говорится лишнее лучше не трогайте то есть какие-то элементы допустим ну если вы просто посмотрели вот тут что-то сломано давайте я попробую починить вот не надо вот как говорится лезть с шлавливыми пальчиками иначе вы можете сделать вот как не так да и потом гармонь можно сказать пойдет только в ремонт который еще дороже выйдет еще дольше и путь получит что вы ему грубо говоря только синий убьете бедный гармонь поэтому лучше аккуратно делать то что то что только вот вы сами знаете как сделать ну ибо сейчас насмотритесь как говорится и пересмелите действуйте аккуратно и так надо собрать для того чтобы в итоге протестировать а и кстати про нюансы сборки когда вот так вы откручиваете какие-то винтики из гармонии помните что внутри она деревянная здесь конечно за этой части пластиковые половинки гармонии но меха имеют каркас основной вот этот вот два каркаса гармошки самой мехов точнее самой гармошки скажем так скажем так планочки деревянные довольно таки тоненькие бла 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 и поэтому надо вести себя очень аккуратно в каком плане выкручиваем винтики и мы делаем следующее берем какой-нибудь лист бумаги находим вот чертим условно так вот короче вот это представим гармонь и каждый винтик который вы выкрутили вот допустим вот этих вот определенных мест вы кладете в определенные места чтобы не перепутать то что иногда скажем так ну нет вот никаких там особенных современных конечно думаю уже много чего есть но старых роль гайки выполняет само дерево потому что по сути саморезы вкручены если в дерево они вкручены и в старых гармониях соответственно при закручении первым закручен когда только собирают гармонь как только вкрутили саморезы дерева там грубо говоря нарезалась резьба и она держит но если вы перепутаете то вы там нарежете там другую резьбу саморезом он не будет держаться винтик и выберется либо же если это гвоздики то тут немножко попроще с гвоздиками можно конечно также себя вести но если вы лихать шумахер и панк в душе а не на деле то можете просто как хотите менять гвоздики местами и хоть что там отворите она думаю не развалится это уже на вашей совести будет так вот давайте-ка уже попробуем что-нибудь сцепаться так все звучит Так, давайте-ка что-нибудь попроще сыграем. Звучит. Как-то не так звучит, мне кажется, супер. Не, ну хотя ладно. Ну, более-менее нормально, все настроили. Думаю, на этом можно заканчивать. Пока что. Дальше, конечно, будем постепенно еще какие-то мелочи тут. Есть мелочевка некоторая, даже вот эта крышка декоративная. Конечно, но все-таки надо вид нормально передать. Все, на этом все. Всем пока-пока. Дальше. 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 Дальше.